Всем привет, дорогие наши любители спорта! В эфире, как обычно, еженедельный проект «Передача». В сегодняшнем выпуске у нас будет очень много вольной борьбы, и при том борьбы с турецким акцентом. Поговорим и о футболе, и даже заглянем в секцию по настольному теннису. Ну а пока начнем с актуальных новостей. Барабанная дробь Аланья снова не смогла. В солнечный субботний день внушительная группа болельщиков красно-желтых, вооружившись до зубов флагами и шарфами, отправилась в дальнюю дорогу. В столице Чеченской республики их родной клуб готовился к игре с одним из аутсайдеров турнира «Волгарем». В пять часов раздался стартовый свисток, и нервы фанатов начали пошаливать. Многие по традиции стали использовать ненормативную лексику, особенно когда наблюдали провальные удары по воротам соперника. Лишь на 80-й минуте болельщиков немного и ненадолго отпустило. Счет открыл Гурцыев, забив с пенальти. Радости болельщиков не было границ, но эйфория длилась около пяти минут, потому что на 85-й гости сравняли. А еще через пять минут каким-то чудом очередная попытка «Волгаря» заколотить мяч увенчалась успехом. А день-два так и доиграли добавленное. На послематчевой пресс-конференции Калешин был весьма разговорчив. Кстати, его речь можно разбить на миллион цитат, но главные заставляют нас верить в то, что лучшее впереди. С нами, со мной или без меня, у Алании будет и стадион, у Алании будет и команда хорошая, Алания вернется в премьер-лигу. Там, где я это говорил, я говорил, это в Калининграде, в Калининграде случилось. Я говорил, это в Акроне, и в Акроне это случится. Я говорю, здесь, в Алании это будет. Ну, а дальше поживем, увидим, как Бог даст, надежда вся на Бога. А теперь о том, как игроки реагируют на результат. Гробовая тишина в раздевалке. Все обескуражены. Никто не думал, никто не знал, что соперник сможет так переломить. Знаете, это обывательское мнение такое, что в прошлом были люди патриотичнее. Это в прошлом люди были те, которые больше бегали, больше умели. Это все, это говорят те люди, которые не знают нынешнее поколение. Которые не живут с ними, не тренируют их, не общаются с ними каждый день. Это достаточно интеллектуальные ребята. Они все очень хорошо понимают, очень все хорошо чувствуют. Настроение, взгляды и полувзгляды. Поэтому люди, которые говорят, что это безразличие, ну, мне тогда нужны аргументы, чтобы осудить об этом. Я тренирую их каждый день, вижу их состояние. И, как бы, я не могу сказать, что это люди какого-то, да, пошиба, которые могут внутри своего города, внутри своей республики халатно относиться к своему делу. Ах, Евгений Игоревич, нам бы качественную игру на поле, а не гробовую тишину в раздевалке. В среду Алания проведет еще один матч с самой аутсайдерской командой ФНЛ. С Кубанью. Вы знаете, я все-таки помолюсь за красно-желтых. После грустных новостей нужна доза позитива. Такую роль сегодня сыграют борцы. Спойлер. Сейчас будет интереснейший репортаж про турецкие сборы в Осетии. Как только в спортзале появляется съемочная группа, титулованные спортсмены уходят на дальние ковры. И тут дело не в суеверии. При подготовке к важным стартам хочется минимум внимания от прессы. Такого мнения придерживаются призер Олимпийских игр Сонер Демерташи и двукратный чемпион Европы Сулейман Атлы, которые готовятся к ответственному турниру «Последний шанс». Турецкая сборная приехала в Северную Осетию 14 апреля. По словам спортсменов, это лучшее место для продуктивной работы в канун соревнований. Нам есть с чем сравнивать. Мы проходили сборы в разных странах по всему миру. Эта академия очень современная. Здесь хорошие условия проживания, питания. И сама база находится в живописном месте. Это ментально готовит спортсменов и способствует успеху. Мы все снимаем на камеру, чтобы показать нашей федерации. Подобные места с такой высокой планкой заставляют других также развиваться. Олимпийский чемпион Таха Агюль уже добыл лицензию на Парижскую Олимпиаду, которая, кстати, станет для него четвертой. Тем не менее, он не упустил шанс приехать на сборы в Осетию, которая является родиной очень многих тяжеловесов. Мы знаем, что Россия – главная кузница борцов-чемпионов. Особенно Осетия, Алания и Дагестан. Здесь очень хороший спарринг-партнеры. Знаем, что с этих матов выходят великие борцы. Поэтому мы выбрали это место. Спасибо Федерации борьбы России за то, что приняли предложение Турецкой Федерации и разрешили провести сборы. Отдельно спасибо Владикавказу, что они нас так приняли. Турецкая школа борьбы, конечно, имеет свои особенности и в методах подготовки, и в технике. Но, как и многие, они с удовольствием наблюдают за Остинской сборной, чтобы взять лучшее. Гости во Владикавказе чувствуют себя прекрасно. Успевают даже погулять. Тахуагюля болельщики привыкли видеть с усами, но и без них фанаты его легко узнают. Хочу рассказать историю, которая произошла вчера. Не могли вызвать такси в центре города. Через дорогу какой-то водитель меня узнал, развернулся, подъехал и привез нас прямо на тренировку. Это показывает, насколько в этом городе популярна борьба. Вопрос допуска россиян на Олимпийские игры по сей день остается открытым. МОК один за другим находит причины отстранить в основном первых номеров сборной. Но, наверное, в этом случае следовало бы спросить мнение не комитета, а спортсменов и наставников других стран. Я считаю неправильно не допускать российских спортсменов. Эта страна – одна из лидеров мировой борьбы. Она всегда была примером для других. В России больше всего чемпионов Европы и мира. Нам неприятно, что сложилась такая ситуация. Мы хотим продолжать соревноваться со всеми. Я приехал с Турции сюда и вижу силу спорта и как он может сплотить людей. У нас разная религия, разный язык. Но словно олимпийские кольца, борьба объединяет нас. Я против этого решения. Сегодня российская борьба ставит планку. Мы хотим видеть Россию на Олимпиаде. У турецкой сборной уже есть две олимпийские путевки. На предстоящем лицензионном старте они выставят еще четырех спортсменов. Свои шансы они оценивают здраво. Сказать честно, мы не получили четыре лицензии. У нас сложная задача. Сегодня вольная борьба в мире очень сложная. Особенно сейчас осетинские и дагестанские спортсмены перешли в другие страны. И поэтому стало еще сложнее. Особенно во Франции, Италии и Словакии сильные российские легионеры. Если из четырех возьмем две лицензии, это будет хорошо. У нас их две в 97 и моя в 125. Если еще две возьмем, будет очень хорошо. Бок о бок с турками тренируются хозяева ковра. Они готовятся к предолимпийскому чемпионату России по вольной борьбе, который пройдет в Москве с 30 апреля по 4 мая. Около 45 человек мы намерены повезти. Лидеры у нас Заурбек Седаков. Он после травмы восстанавливается. Он освобожден от чемпионата России. Артур Найфонов также травмировался. Два дня назад прооперировал колено. Он тоже пропускает этот чемпионат. В отсутствии Заурбека Седакова наставники делают ставку на Давида Баева. А в весе Найфонова надеемся, что прошлогодний фурор повторит Арслан Багаев. Но и в остальных весовых категориях осетинской сборной есть что сказать. Что такое крепкое осетинское рукопожатие? В очередной раз узнали соперники наших спортсменов на первенстве России по армрестлингу. Соревнования прошли в Орле и собрали рекордное количество участников – 850 человек. В состав сборной республики вошли 92 атлета. Ребята заняли три общекомандных места каждой возрастной категории. Это уже, наверное, история. Мы уже 30 лет подряд выигрываем эти соревнования, первенства России, скорее всего, 97-го года. А во взрослых чемпионатах вообще 89-90-х годов выигрываем. Основным соперником осетинской сборной стала команда из Татарстана, которая славится опытными и титулованными атлетами. Однако превзойти наших спортсменов им не удалось. Все благодаря уникальным методам тренировок. Это огромный труд наших тренировок, огромный труд Царства Небесного Асламбека Иналдева, Тусова Маратова Мархановича. Это наши старшие, которых уже рядом нет. Они поставили для нас большой хороший фундамент. Благодаря им на сегодняшний день мы работаем, тренируемся. О том, что только усердные тренировки приводят к победе, не понаслышке знает Каролина Персаева, чемпионка первенства России в категории 14-15 лет. К соревнованиям девочка готовилась три месяца. А вот в зал армрестлинга попала три года назад. В инстаграме листала, и там, ну, выпал, типа, набор, набирали там детей. Я, ну, захотела посмотреть. И когда я первый раз туда пришла, мне очень там понравилось, я захотела там остаться. У меня, верно, были руки, ну, не такие, они у меня были слабые. Я боялась, что я не смогу. Ну, смогла. Еще один победитель первенства России – Альберт Габеев. В Армспорт пришел четыре года назад. Он – дебютант первенства России, но это не помешало ему стать лидером. У меня был очень сильный соперник, с которым я стал на первенстве республики вторым, а он стал первым. Я подготовился очень хорошо, и на первенстве России я уже победил его. Вообще, я, честно, не ожидал то, что я выиграю с первого раза на России. Я первый раз ехал. Я думал, может, третий стану. До армрестлинга Альберт увлекался боевым самбо, вольной борьбой и футболом. Подготовка к соревнованиям любого вида спорта не обходится без психологического настроя. Это, по словам рукоборца, самое главное. Я психологически настраивался. Физически все было в порядке. Вообще, тренер помог мне. Как бы мы с ним говорили много насчет этого. Как справиться с этим и преодолеть мандраж. И у нас это получилось. Психологический настрой понадобился и Владимиру Гадзаонову. Во время соревнований спортсмен получил травму. Но желание победить и вера в собственные силы помогли превозмочь боль. В предварительных поединках у меня была небольшая травма направленная. И она чуть мешала мне продолжать бороться в своем стиле. Надо было терпеть. Кстати, победа на первенстве России уже привычное дело для Владимира. На пьедестале он в третий раз. Дома тяжелее всего у нас. В других городах полегче бывает. Ну, у нас ребята покрепче, чем в России. Мне так кажется. Осетинская школа армрестлинга считается одной из лучших в мире. Болельщики настолько избалованы яркими победами, что серебро и бронза не вызывают никаких положительных эмоций, шутят тренеры. Однако, именно такой подход позволяет атлетам быть на недосягаемо высоком уровне. Кристина Губиева, Сармат Сугаров, Диана Цагараева. Специально для программы передача. Вернемся к новостям и немного поговорим о дзюдо. Как вы знаете, последние недели шла активная подготовка к чемпионату Европы. Но пока титулованные атлеты потели на сборах, молодые выступали в Красноярске на первенстве России до 23 лет. Стремительным оказался финал веса до 63 килограммов у юниорок. Меньше 30 секунд понадобилось серебряному призеру страны Виктории Корсановой, чтобы красиво бросить чемпионку России Залину Зураеву и получить заслуженный Ипон. Александр Губиев во время схватки с Азаматом Тука сделал эффектный подхват. Получил от судей Ипон и завоевал бронзовую медаль весовой категории до 81 килограмма. Алана Алборова в малом финале смогла перевести соперницу в партер и провести удержание. Визави Алборовой была вице-чемпионка юниорского первенства России Замира Кусаева. Итого Виктория Корсанова завоевала золото. Залина Зураева стала серебряным призером. У Аланы Алборовой и Александра Губиева бронзовые награды. Поздравляем будущее дзюдо Осетии. А теперь как-то надо разбавить единоборство, а то они заполнили все информационное пространство. Уместно будет поговорить про настольный теннис. Мадина Тимирканова расскажет подробнее. Этому виду спорта все возрасты покорны, не имеют ограничений и противопоказаний. А еще легко можно найти напарника. Им многие увлекаются. Настольный теннис или борьба двух умов для многих не просто хобби, а возможность самовыражения. Спортивную школу по настольному теннису во Владикавказе открыли еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор, как говорят тренеры, были и взлеты, и падения. Сегодня этим видом спорта в Северной Осетии увлекается более ста спортсменов. Сказать, что он развит так, как наши приоритетные виды спорта, вы знаете, это борьба, бокс, футбол. Но есть много больших энтузиастов, увлекающихся этим видом спорта. И у нас есть родители, которые очень любят этот вид спорта. Мы проводим турнир. Все желающие могут прийти, посмотреть, познакомиться с нашим прекрасным видом спорта. На первый взгляд игра кажется незатейливой. Но это только кажется. Согласно результатам исследования НАСА, настольный теннис – самый трудный вид спорта. Профессиональные игроки обладают невероятной реакцией, скоростью и вниманием. Более того, хорошие физические данные должны сочетаться с интеллектуальными. На самом деле это считается одним из самых классных видов спорта за счет того, что развивает абсолютно все показатели. Это и мелкая моторика, и реакция, и скорость, и сила, и передвижение на все группы мышц. И за счет этого это очень полезно для детей, чтобы они развивались и были подготовлены вообще. Все теннисисты именно настольного тенниса в дальнейшем могут играть вообще во все виды спорта. Ирина Елбакиева шутит, что в этом виде спорта она с пеленок. Любовь к настольному теннису привил отец. На счету спортсменки десятки участия в республиканских и международных турнирах. Планирует активно пополнять личную копилку престижными наградами. Я в каких только соревнованиях не участвовала, во всероссийских, в международных турнирах. Часто играла в Москве, играла с мастерами спорта, с различными, с Яной Носковой. Она считается сейчас одним из лучших игроков и входит в состав сборной России. Из международных вот сейчас мы в июне готовимся как раз к соревнованиям стран БРИКС. Так что вскоре я поиграю со спортсменами из Индии, из Китая. Кстати, китайская школа настольного тенниса считается одной из сильнейших. Но это не смущает Ирину. Доведенная почти до совершенства техника и предельная концентрация – залог успеха любого спортсмена. Ну, на самом деле я нападающая, то есть моя тактика всегда как бы выйти на топс или удар, то есть на активную игру. И это и есть моя стратегия. Зачастую я стараюсь укорачивать для соперника мяч и в дальнейшем нападать. В настольном теннисе десятки техник и типов ударов. Задача одна – удержать мяч на столе при помощи ракетки. Как и в других видах спорта, в настольном теннисе тренировка делится на общую и специальную. Первое – это обязательно разминка. Выполняются упражнения и общей физической подготовки, и специальные, которые развивают именно те качества, которые нужны настольному теннису. Бег, прыжки, в том числе и через скакалку, и силовые какие-то упражнения. Также у нас есть возможность проводить активные игры, что дети очень любят, и это чуть-чуть разнообразит тренировку. Сегодня в республике пять залов настольного тенниса. Для многих жителей это вид активного отдыха. Но есть и те, кто хочет быть лучшим из лучших. Именно они тренируются каждый день в поте лица и заявляют о себе на всероссийских и международных соревнованиях, прославляя Северную Осетию. Мадина Тимирканова, Сарма Цугаров, Диана Цегараева. Специально для программы и передачи. И в завершение еще про тюдо. Просто хочу напомнить, что с 25 по 28 апреля в Загребе пройдет чемпионат Европы. В составе сборной России выступят прекрасная Мадина Таймазова и великолепный Иннау Тасоев. Еще два воспитанника Остинской школы будут выступать за Азербайджан. Я про Зелима Коцоева и Зелима Цкаева. Леди и джентльмены, удачи на хорватском татами. Имейте в виду, ждем дома 4 золота. На этом новости спорта подошли к концу. Спасибо, что были с нами и до новых встреч, дорогой зритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова